В Чистополе одновременно в пяти школах состоялись открытия мемориальных досок воинам-землякам, погибших в ходе специальной военной операции на территориях Донецкой и Луганской народных республик. Вячеслав Есипов учился в первом лицее. Сегодня у здания этого учебного заведения его близкие родственники, учителя и дети. Тяжело терять близкого человека, тем более родную кровенушку, но жизнь продолжается. Все общеизвестно, что человека ценят не по прожитым годам, а по поступкам. И слава – это на лицо. Когда я его напутствовала, ребята вот здесь присутствуют, я всегда говорила, слава, служи достойно. А он мне отвечал, я же офицер, будь спокойна. За спиной Вячеслава Есипова – высшее военно-инженерное командное училище. Контрактная служба в Сирии, затем на территории Донецкой и Луганской республик. Ему было всего 27, когда он, будучи командиром инженерно-саперного взвода, вместе со своим личным составом попал под обстрел диверсионно-разведывательной группы противника. Он отвел раненых бойцов в безопасное место, а сам прикрывал действия медиков, которые оказывали им неотложную помощь. Зайдя на минное поле, попал в радиус поражения и получил ранения, несовместимые с жизнью. Гвардии старший лейтенант Вячеслав Есипов за мужество и героизм был представлен к ордену мужества посмертно. Состоявшийся после открытия мемориальной доски урок мужества посвящен памяти Вячеслава Есипова. На встрече лицеисты исполняют военные стихи и песни, педагоги вспоминают своего ученика и выражают слова признательности родственникам погибшего героя. Продолжение следует...